Историю Саратова невозможно представить без его заводов. Один из них, легендарный САЗ, собиравшийся на Саратовском авиационном заводе Як-40, в 70-80-е годы прошлого века считался одним из самых популярных в стране пассажирских самолетов средней дальности. Чем еще был славен Саратовский авиационный завод, смотрите в специальном репортаже программы. Мы выполняем полет. Если все нормально, мы пишем. Нормально. Заполучить подпись военного летчика Ивана Широченко мечтал каждый конструктор Саратовского авиационного завода. В 70-е годы Широченко испытывал все самолеты саратовской сборки. Чуть не погиб, когда разрабатывали новый истребитель с вертикальным взлетом Як-38. Эти двигатели сразу срабатывали. А тот с опозданием отставал. И меня переворачивало на спину. После этого сделали доработку. И таких случаев уже больше не было. 80-летний полковник до сих пор помнит особенности строения Як-38. Истребитель мог садиться и взлетать, как вертолет, с места. Широченко испытывал и пассажирские Яки. Як-40 – один из самых популярных самолетов в СССР. Саратовский авиационный собрал их больше тысячи. Рассчитанный на 32 пассажира – это был первый советский самолет, который охотно покупали за валюту иностранцы. Когда в декабре 1966 года на САЗе собрали первый Як-40, это было грандиозное событие для всего завода. Приходилось работать ночью, потому что задача была поставлена – быстро сделать самолет. И когда мы сделали самолет в декабре 1966 года, вывезли из сборочного цеха и повезли его на аэродром. Это была целая демонстрация. Люди, несмотря на морозную погоду, шли. Валентин Аристархов проработал на САЗе 45 лет. Мастером сборочного цеха, конструктором, замглавного бухгалтера. На его глазах рождалась знаменитая саратовская система бездефектного изготовления продукции. Рабочий сделал куда деталь, сдавал ее сам по доверенности от БТК. То есть личный контроль. Давал клеймового качества. В случае несчастья в будущем всегда можно было найти, кто виновник был. Аристархов написал книгу об истории своего предприятия. Завод стартовал в 1931 году и первые 9 лет выпускал комбайны. Потом была Великая Отечественная война, и завод перепрофилировали. Вклад САЗа в победу – более 13 тысяч истребителей Як-1 и Як-3. Немцы бомбили завод, почти полностью разрушили корпуса в 1943 году, но предприятие отстроили заново. А вот лихие 90-е САЗ не пережил. Прекратились госзаказы, сократилось финансирование. Территорию начали застраивать жилыми домами и магазинами. На месте главного мозгового центра завода – конструкторского бюро. Теперь супермаркет – оранжевый. В эпицентре шопинга памятник героям фронта и тыла смотрится диковато. Этот самолет-памятник – единственное, что осталось от Саратовского авиационного завода. Истребители Як-3 начали выпускать во время Великой Отечественной войны. Это не настоящий самолет, а его макет, но в реальную величину. Наши конструкторы шутили – самолет такой маленький специально, чтобы фашистам труднее было попасть в него в воздухе. 70-е и начало 80-х – время расцвета САЗа. Это было самое крупное предприятие Саратова. Цеха и аэропорт занимали более 300 гектаров. Здесь трудились 20 тысяч человек. Такая команда за месяц могла собрать примерно 7 самолетов Як-40. А в 1970 году, к столетию рождения Ленина, САЗ превзошел себя и выдал 10 машин. Сегодня в условиях эмбарго и мировой политической нестабильности в России вспомнили о былой славе отечественного авиастроения. Саратовский губернатор Валерий Радаев поставил задачу – восстановить авиационный завод. Пока в масштабах производства легких транспортных самолетов. Ветераны САЗа предупреждают – придется возвращать не только цеха и станки, но и условия для специалистов. Завод от продажи самолетов имел прибыль. На эту прибыль завод строил дома, детские садики. Кстати, наш завод где-то в середине годов 80-х имел на своем балансе 22 дошкольных учреждения. Так что если действительно дойдет до возрождения завода, то в любом случае это будет уже совсем другой САЗ и совсем другая история. Юлия Шишкина, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.